Во-первых, я хочу всех поприветствовать, поблагодарить за возможность поучастия в таком хорошем масштабном мероприятии. Очень много знакомых лиц, всех очень рад видеть. Да, в последнее время актуальным становится вопрос. Уже сегодня, наверное, не импортозамещение, а такое именно рецепт. Наверное, теперь у нас новый термин – это технологический суверенитет. Мы должны не только иметь какие-то технологии, а иметь возможность их создавать собственными силами, производить полный цикл их производства на территории Российской Федерации. Да, про интеграторство – очень интересная такая история. Мы начинали в Башнефти, мы входим в группу компаний Башнефть в первую очередь. И вот, как было сказано, в 2015 году первый проект реализовали, когда мы нашли отечественных производителей, поставили им задачу, сделали технические задания. И если быть там до конца честными, на 95% создали полностью отечественный комплекс. Тогда это было импортозамещение еще услуг компании Шлемберже. Дальше, когда мы вошли в Роснефть, мы не бросили это дело, нам это понравилось. Там чуть дальше, я думаю, поговорим про роль научно-технологического центра. И вот это тот драйвер, который этим занимается. И как только мы вошли в компанию Роснефть, стал вопрос такой, 18-й год это был, если я ничего не путаю, нужно создать не просто собственный сервис геофизический, а создать игрока, который будет создавать конкуренцию вот этой бигфо, западной геофизики, которая научила российских недропользователей очень любить высокие технологии, которые на самом деле давно на Западе являются уже стандартными, они уже в процессе бурения все это делают, но мы все еще занимаемся созданием именно таких технологий. И да, в какой-то момент, в 2020 году, на технологическом совете компании, куда тогда еще входили такие люди, как Тадли, Симонелли, то есть это BP, это Бейкер Хьюз, очень серьезные люди, по инициативе вице-президента главного геолога нам присвоили статус интегратора в области разработок таких решений. И на тот момент у нас уже были наработки, мы уже нашли отечественные технологии, закупали их, в общем, в нас поверили. Вот далее все на самом деле не так радужно, как вот мы в фильмах смотрим или рассказываем друг другу. На самом деле проблема-то есть, и она такая очень серьезная и инфраструктурная. То есть создать или разработать технологию – это же очень маленький шаг. ее нужно произвести. И вот здесь мы столкнулись с тем, что все еще на российском рынке каких-то электронных компонент металловедения есть проблема. Мы все еще пользуемся австрийскими металлами, и даже не всегда только лишь китайскими электронными компонентами. То есть дружба с Востоком, мы обречены на нее. Но все еще и к нам западные, скажем так, компоненты электронные поступали просто теперь через Восток. Мы логистику поменяли. Но вот тем не менее, да, это такой длительный процесс. На сегодняшний день, да, есть определенные успехи в этом направлении. Появляется достаточно много российских компаний, производителей такой аппаратуры, которые готовы решать задачи. Но вот мы со своей стороны видим, что здесь необходимы какие-то механизмы на уровне государства. Я совершенно недавно общался с Бочковым Андреем. Хотел поговорить с ним как заместителем генерального директора НТЦ, а поговорил как с генеральным директором тех партнерств. И вот мы тоже очень во многих позициях сошлись. И вот интересная задача тоже, которую решают, в частности, «Газпромнефть», это уже на уровне государства создавать инструменты, которые позволят отечественным производителям создавать, а недропользователям покупать и вступать в справедливые, скажем так, отношения и партнерства. То есть, считаю это сегодня очень важным. Я понял. Спасибо. И вот в продолжение этого вопроса я бы хотел спросить, да, вот как вы думаете... Что-то вроде концессий или партнерств между компаниями может ли ускорить создание продвинутого отечественного сервиса? И насколько это вообще реализуемо? Могут ли компании в принципе договориться, чтобы создавать технологии в партнерстве? Интересный очень вопрос. Я, если ничего не путаю, там вот на круглом столе эта тема будет затрагиваться. Смотрите, мое мнение, что нужны такие сильные игроки, с которыми остальные сервисные компании будут готовы вступать в какие-либо партнерства. Мы на своем примере такой видимый, вот вы видели, такой крупный тоже геофизический сервис, как Башнефть и Геофизика, вступает в технологические партнерства с компанией Роснефть для создания технологий. И очень часто, конечно, эти партнерства носят какой-то некоммерческий характер, что вот это, наверное, первый шаг, а следующий шаг – это нужна какая-то поддержка этих компаний именно финансовая. Но время меняется на самом деле, и как ни странно, вот на сегодняшний день многие западные компании прекратили как юрлица оперировать на территории Российской Федерации, но, тем не менее, ничего не изменилось же, поменялись только названия, все те же компании, те же люди работают, там же оборудуем. И вы знаете, первые, кто готов был вступать в эти отношения, это вот еще до недавнего времени западные компании. То есть, то, что сегодня UFC технологии, по-моему, ныне называется компания, которая была Бейкер Хьюзом, а компания Шлемберже тоже как-то по-другому перенадутся. И они первые, кто откликнулись на какие-то готовности, выразили к каким-то сотрудничествам. Они также активно, иногда даже где-то более активно, вступают в какие-то партнерства с производителем и занимаются этим импортозамещением. Поэтому вот таким чистым, скажем, российским сервисным компаниям, наверное, уже некуда будет деваться. И сегодня мы наблюдаем, что такое происходит. Где-то между собой все еще они делят территорию, а где-то понимая, что нужно подумать о завтрашнем дне. И все-таки win-to-win – это правильная стратегия. Да, с этим нельзя не согласиться. Хотел бы поговорить немножко про то, что у вас сейчас на С3. Здесь, наверное, можно и об НДЦ поговорить немножко, и о инновациях, которые, вероятно, двигаются там, в том числе с большой помощью НДЦ. Что-то, что вот сейчас вот прям хочется поделиться. Ну, самого, наверное, интересного. Первое – НДЦ. Научно-технологический центр – это структурное подразделение Башнефь-Петро-Тест. Мы себя все-таки позиционируем как инжиниринговое предприятие. Потому что в структуре компании «Роснефть» достаточно мощный, сильный, корпоративный, сейчас расшифрую, научный блок КНПК. В общем, очень много. 35, что ли, институтов научных ходит. По-моему, тут коллеги тоже из этих институтов есть. Да, это вот они занимаются именно научной поддержкой производства. Но наша сильная сторона в том, что мы, в первую очередь, производственное предприятие, мы бизнес внутри компании «Роснефть». И мы решаем свои задачи со всеми вот этими требованиями к бизнесу. И, да, такое подразделение было создано. В структуре этого подразделения у нас даже есть конструкторское бюро. То есть люди, которые могут сесть там и создать конструкторскую документацию. Мы, на самом деле, это вынужденная мера была в 2016 году, когда мы вошли в структуру компании «Роснефть». Мы это сделали. И на сегодняшний день есть такие результаты. Помимо того, что мы сопровождаем все опытно-промышленные испытания внутри компании «Роснефть» по нашим видам деятельности. Это тоже решение для вице-президентов принято было. Мы ведем разработки и для собственных нужд. Любая какая-то, не знаю, все еще тоже считается высокотехнологичными вещами. Но технология для проведения коротажа на бурильной трубе при помощи кабеля. ТТЛС – это Шлюберже, по-моему, их название. То есть тоже вроде бы такая. Вот мы собственными силами ее отрисовали. Сейчас, ну, пустим, в производство. Аппаратура, которую мы используем ежедневно, она тоже требует постоянной поддержки и развития. То есть либо мы это делаем с партнером, у кого приобрели, либо собственными силами. И... Главная, наверное, роль НТЦ – это решение задач, которые ставят сегодня производства и недобывающие компании. Сегодня это в первую очередь, да, как мы уже говорили, это замещение импортного оборудования, которое все пока еще есть на территории Российской Федерации, но его все сложнее становится. Обслуживать нужно, подводить какие-то отечественные аналоги. И самый интересный, наверное, результат, которого мы достигли вот в прошлом году в этом развиваем, это вот в партнерстве с госкорпорацией «Росатом», их структурой в дня имени Духова, мы создали аппаратуру импульсно-нейтронного гамма-спектрометрического коротажа, создали именно технологию, потому что такая аппаратура у них существовала для решения задачи ЦО «Коротажа». Мы ее совместно доработали. Она с 2014 года, если я ничего не путаю, этот проект развивался. И вот в 2022 году мы его запустили в производство. И сегодня это аналог аппаратуры компании «Шленберже» «Литосканер». То есть это аппаратура, которая решает и геологическую задачу, и задачу насыщения, но при этом может использоваться как в открытом, так и в закрытом стволе. То есть мы большие, на самом деле, надежды связываем с этой технологией и новую эту идеологию использования ее активно продвигаем. Ну, наверное, самый такой драйвер, да, это нас научили сервисные компании западные в какой-то момент. Это вот гидродинамический коротаж еще и с опробованием пластов. Вот это был следующий, на самом деле, вопрос. Это, наверное, главный вопрос, который задают любой недропользователь. Вы высокотехнологичное предприятие, а есть ли у вас? Ну, давайте. Мы этим вопросом тоже с 2018 года занимаемся, и на сегодняшний день есть несколько отечественных российских компаний, которые подобрались к этому. И вот одна из них, мы, на самом деле, тут ноздря в ноздрю идем с «Газпромнефтью». «Газпромнефть» уже несколько работ, правда, пока в закрытом стволе, испытаний провела, и вот мы тоже ожидаем в этом году проведения этих испытаний, такой аппаратуры. На самом деле, очень хороший аналог получается, прямо вот аналог МДТ. Но пока мы, скажем, это делали, западный сервис стоял на месте, нам уже предложили там радиальный зонт, еще что-то, еще что-то, ОРА, новые технологии. Пока мы, наверное, обречены на то, чтобы догонять эту всю историю. Но я бы хотел вот какую важную вещь заметить. Разработка технологии испытания пластов на кабеле, на самом деле, в послевоенные годы была, как бы эта разработка началась именно тогда еще в Советском Союзе, на базе Всероссийского института, в НИГИС, как сейчас называется. Тогда первая лаборатория была создана. И тоже мы изучали этот вопрос. В свое время это не получило такого развития почему-то у нас, а там все было подхвачено и очень хорошо маркетингово отработано. Еще одно интересное такое решение, которое мы тоже нашли, это аппаратура 3D-индукционного коротажа. Это RT-сканер Шлендерже компании, то есть исследование тонкослоистых отложений. Тоже компания, тверская компания, взяли, разработали прибор. Сейчас мы... Она требует там доработки с точки зрения методики, чтобы это все получилось теперь технологией, но тоже очень хороший результат. Поэтому вот я думаю, что в ближайшее время мы о таких вещах расскажем. Самое, наверное, интересное, это сейчас все... Все это брус, коротаж в процессе, бурение. Все вот тут испугались, как только наступили вот эти санкционные ограничения. Но вы знаете, вот очень долгое время там компании, добывающие, бурили эти свои горизонтальные сплажины с русами. Все было хорошо. А как только появились какие-то ограничения, все вспомнили, что, в общем-то, с винтовыми забойными двигателями до этого, бурили же все нормально, нашли быстренько решение. То есть, на самом деле, сегодня не обязательно идти по пути этих вот догонялок технологических. Нужно искать какие-то решения, которые сегодня позволят решать эту задачу где-то даже, может быть, лучше. Наверное, вот это наиболее интересное такое направление. Спасибо. Ну, несколько проектов озвучили, на самом деле, звучит как «Большие успехи». То есть, это действительно очень здорово. Что касается ГДК, да, то есть, действительно, мы наблюдаем, наблюдаем по упражнениям в Петрокапе и в России и за рубежом. Есть большая разница в отношении ГДК. На самом деле, да. И, то есть, ну, как-то потихоньку, да, вот именно через синтетические упражнения мне кажется, что многие команды стали больше внимания уделять за последние несколько лет, что мы отразляем этот проект. Вот. И сейчас вот можно спросить у команд. Вот у нас коллеги там уже в улице Кважина, да, и у них есть возможность снять ГДК. Давайте попросим поднять руки, кто это сделал. Опа. Петро-тест. Что? Вот это то, о чем я говорил. Да, да. На самом деле, вот когда мы проводим похожие упражнения, чемпионаты за рубежом, то там, мне кажется, в каждой скважине эксплуатационной люди снимают ГДК, потому что это, ну, как-то в культурном коде, что ли, каком-то. То есть, действительно, в эту сторону надо еще поработать, как-то обосновать, наверное, какие-то внутренние продажи нужно сделать. Поделюсь одним маленьким успехом в этом отношении. Первый заказчик, на которого мы начали работать вот с этим комплексом высокотехнологичных исследований, это была там материнская компания «Башневцы» на башнях добычи, и у них исторически в производственной программе был вот ГДК с отбором ПРО, ГДК-ОПК. Это всегда стоило значительно дороже, чем ГДК, о котором мы говорим, да. И мы для коллег провели такую очень интересную работу. Мы все предыдущие года, когда они использовали этот высокотехнологичный комплекс, проанализировали результаты, очень внимательно проанализировали ГДК, успешность, неуспешность, почему, показали, рассказали все, и сказали, слушайте, классно. Мы от него откажемся, и мы будем делать просто ГДК. Это, а, дешевле, это решает нашу задачу, и мы молодцы, нас похвалили, мы поэкономили. Потому что, да, вот я абсолютно согласен, что когда мы говорим «ГДК», у всех почему-то возникает вот эти вот там десятки миллионов рублей за скважину, что это только разведочные скважины, это нужно для того, чтобы пойти потом в Государственную комиссию по запасам и показать результаты и перевести там, да, в другую категорию запасов и поставить их на баланс. Нет, на самом деле здесь не в этом же главная задача, а это вот эта производственная задача, да, которая позволяет не добывать. Да, согласен. Коллеги, если кто-то хочет присоединиться к интервью, да, я бы в самом начале не сказал, да, интервью у нас открыто, у нас есть микрофон в зале, вот, поэтому можете присоединиться. У меня еще один вопрос, именно что касается импортозамещения, наверное, в части исследований. То есть, это то, что, на самом деле, уже много лет нас довольно беспокоится. У нас довольно много было попыток создать хороший отечественный комплекс для промыслов и геофизики в горизонтах. И вот, есть ли у вас какое-то мнение, да, или какой-то опыт на этот счет? Потому что, мне кажется, у нас пока так и нет полноценного аналога комплексов вроде ФСА или МАПС, например, зондовского. А у нас как бы сейчас, есть ли у перспективы или надежды хотя бы? Да, я поделюсь этим практическим опытом. Почему нет, есть, я знаю. Был такой период у меня в жизни, когда с Артуром Михайловичем мы работали, именно такая аппаратура, которая разработана в России. И вот, наверное, я не совру, если скажу, что это одна из немногих и первых технологий, которая пошла и завоевала там мир весь, а потом в Россию пришла. Поэтому нет, такие примеры есть на сегодняшний день. И я вот убежден, что это очень хороший комплекс и та работа, которая была проведена. Когда мы, вы знаете, там сам в этой работе участвовал, ты приходишь и людям, заказчикам, которые убеждены, что им нужен ФСА для того, чтобы знать, как у него течет вот все три фазы в стволе скважины. Пытаешься объяснить, что зачем тебе это, тебе надо понять, откуда тебе это течет, как это течет. Вот эту задачу решать в трубе, оно уже в трубе, зачем тебе это. И это со временем это приходит. И сегодня, на самом деле, вот я в последнее время не слышу, а где у нас пишутся такие комплексы, как ФСА и МАПС давно ушел с рынка. И аналогов, да, вот такая только аппаратура, на мой взгляд. Та, которая именно решает задачу разработки. Не нужно смотреть, что там у тебя в стволе скважины, оно поднимется на поверхность, посмотришь. Ну, то есть я случайно просил, что комплимент. Ну, на этой ноте, Артур Михайлович, да, прошу вас. Сейчас, мы вам поменяем микрофон сейчас, так нехорошо. Алло, меня слышно сейчас? Алло. Слышно, да? У меня вопрос такой, а как с софтами обстоит дело? Или на импортозамещение софтов? Для вас же это тоже вызов? Это, да, Артур Михайлович, прям не бровь, а в глаз, да. Сегодня это, наверное, еще более актуальный вопрос. Потому что, как бы, вот она была, аппаратура какая-то, да, какое-то оборудование, оно осталось в России, его как-то обслуживают. А с софтами все сложнее, закрыли просто доступ, и все. Первое, что было сделано внутри Роснефти, я расскажу там про опыт Роснефти, в Роснефти есть один из корпоративных институтов, он находится здесь тоже в Уфе, в Башнике нефти, и он является специализированным институтом именно по созданию программных продуктов. И на сегодняшний день, ну, наверное, Роснефть один из лидеров, у кого есть достаточно широкая линейка собственных софтов. И там есть не только геологический симулятор, гидродинамический симулятор. Мы совместно также участвовали в проекте по созданию софта для интерпретации гидродинамических исследований, такой аналог КАПы. И созданию, сейчас создается софт, это, ну, наверное, такой техлог, то есть и для геофизики, для инфраструктуры, вот это все очень актуально. И сегодня это все... Когда появится аналог техлога? У вас есть планы? Обещают, что до конца этого года. Ну, давайте так чуть-чуть за навесу приоткрою, мы там тоже активные бета-тестеры. Базовый функционал уже реализован. Но на самом деле, я считаю, это не есть главная проблема, потому что есть софты, которые тоже позволяют это делать. А главная проблема вот для нас, это у нас есть вот этот комплекс расширенного ГИС, и мы пока вынуждены пользоваться, да, либо какими-то полурешениями там от производителя этой аппаратуры, либо там создавать собственные. И мы ожидаем, что вот модули для специализированных методов ГИС мы к концу года этого сможем показать. Но по литосканеру свой софт, да? То есть то, что тверчане разработали, тверчане, там, москвичи, Духово. Да. То по нему... А кто софт создавал для литосканера? Софт создавался совместно и как раз с участием... Ну, в этом проекте у нас ТННЦ участвовал, да, Тюменский научный центр Роснефти и Росатому. Росатому на самом деле тоже очень такая мощная компания. А это как бы внутренняя разработка Роснефти или она планируется, что она будет... Другие метропользователи тоже получат доступ под литосканера? Сейчас вопрос правообладания решается между партнерами там Роснефтью и Росатомом. Я думаю, что будет правильно, если он будет доступен. Ну, конечно. То есть это... Задача не создать для себя, задача пустить это... Для всей России. Для всей, да, да. Пускай за деньги, но для всей России. Ну, вот непонятна вот эта вот история. То есть это же... Я очень глубоко сомневаюсь, что у нас Роснефть, Лукойл, Газпромнефть самостоятельно каждый будет создавать себе литосканер. И вот я же посмотрю, уже ГДК каждый себе сам создает, да. Мы возвращаемся к теме, видимо, круглого стола, да. Как остановить это безумие, когда мы серьезно отстаем от Запада, даже в условиях санкционного давления, вместо того, чтобы объединиться, да, и, может быть, даже совместно финансировать. Если даже не совместно финансировать, то тот, кто разработал, делает его доступным для других недропользователей России. Вот мы на Дикоме должны вот об этом говорить, и этот месседж как-то туда дальше наверх руководству эти компании посылать. Абсолютно согласен с вами, Артур Михайлович. В этой части мы этим летом встречались с Романом Николаевичем Олейником. Это заместитель генерального директора по тоже там инновациям в Газпромнедра. Это вот сервисное подразделение в Газпроме. Интересный разговор получился. Я думаю, меня будет слышно. Интересный разговор получился. Он долгое время работал в компании Шлемберже и, с одной стороны, сначала занимался продажами этих технологий, а сейчас, говорит, занимаюсь тем, что пытаюсь переубедить в том, что это все не так. Не надо, это неправда. И вот мы, например, с ним договорились о том, что действительно, наверное, будет очень сложно, но мы будем к этому стремиться найти какое-то общее финансирование для разработок и искать каких-то общих партнеров. Но первым шагом мы свои карты раскроем, свои дорожные карты, с кем мы сотрудничаем, чтобы найти самого сильного игрока или нескольких поддерживать и не распыляться, действительно вытаскивать каких-то отдельных производителей. Мне вот тут история очень нравится, вот эта мировая, когда компания, по-моему, если ничего не путаю, BP, столкнулась с проблемой, что им нужны компьютеры, современные, быстрые для работы с моделями гидродинамическими. А на тот момент IT не были к этому готовы. Они также собрали там всех, IBM, Intel, и поставили общую задачу. И там принцип был именно такой, открытых инноваций, когда кто-то, решив задачу на каком-то этапе даже, часть задачи, очень быстро делится этим решением со всеми остальными, и все дальше двигаются. То есть именно такой консорциум разработчиков, которые решают общую задачу своими сильными сторонами. Согласен, это правильно. Вот у меня есть какая-то такая просьба и предложение и к вам, Игорь Ильич, и к вам, Аркадий Юрьевич. То есть «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл». Ну, надо как-то и на этих площадках, и, может быть, организовать специализированный, значит, дискуссионный клуб, куда пригласить желательно decision-makers, то есть людей, которые могут, послушав, принять решение. Все-таки мы общаемся зачастую на уровне инженерной потребности главных геологов, и они сами страдают от того, что где-то наверху идет своего рода даже внутрироссийская конкуренция между компаниями. Но когда речь идет уже о санкционном давлении, когда речь идет о том, что действительно нужно сегодня, а не через 10 лет, можно все-таки по ряду позиций объединяться. И вот я давно хочу организовать такой дискуссионный клуб буквально там на три дня. Но собрать именно людей, которые, послушав всю эту историю, не вот как сейчас 15 минут, а в течение трех дней пройтись подряд по всем наборам технологий и определиться, как мы их будем друг с другом делить. Пускай за деньги, но чтобы они стали доступными. Вот помогите со своей стороны тоже организовать правильное присутствие правильных людей на таком мероприятии. Я бы, как от Нафтоколледжа, я его организую. Но мне нужно, чтобы пришли люди, которые по итогу этого мероприятия дали бы эффект. Как вы смотрите? Я поддерживаю Артемию Халшу. С твоей стороны обязательно приму участие и постараюсь тех decision-мейкеров, кого мы сможем. Аркадий Юрьевич, что скажете? Нет, очень честная история. Так что давайте. Да, мы попробуем это сделать. Спасибо. Спасибо огромное коллеги. Мне кажется, очень интересная получилась беседа, яркая и откровенная. Башняш Петра Тест, Эмиль Юрьевич Габельчин. Спасибо. Спасибо.